и снова здравствуйте всем привет и так подлетел готов значит у нас медведь для анимации значит природы там волки уже все повторюсь что в группе много уже всяких животных до проб анимаций также есть файлы для их передела вы можете их переделать в забрать в любой программе так и что хотелось бы в этом ролике давайте рассмотрим еще раз значит риг очень много ригов я уже делал на канале все одинаково вот именно по животным по людям настройки всех ригов одинаково идут вам нужно просто скачать значит скелет персонажа человека или еще там какого-нибудь гуманоида и посмотреть где у него идут ребра ключицы позвоночник и в принципе вставлять косточки именно точно так же и ничего такого сложного здесь нет давайте еще раз закрепим эту тему shift а сочетание клавиш арматура подключается переключаемся биопорт дисплей чтобы видеть ее спереди заходим в edit mode английская а так m панель screen cascade забыл включить английская а нажимаем и теперь с помощью move можем передвигать что у него тут присутствует у него присутствует значит тазовая кость она присутствует у человека у любого животного есть тазовая кость вот это будет первая косточка у нас всегда тазовая кость если у человека вертикальная она стоит до этого горизонтально вот вставляем по позвонку вот как как видим персонажа так и вставляем вот таз у него мы ему вставили кости и теперь английская е вытаскиваем косточку я ее alt p clear parent отсоединю и shift левая кнопка мыши control p прикреплю назад к этой косточке для того чтобы я мог ее потом отдельно отодвигать чтобы делать сужение расширение значит хребта персонажа при беге допустим он вытягивается чуть шире становится потом сужается и так далее ну погнали дальше значит английская е доводим косточку вот до линии сгиба плечевой от этой плеча теперь значит е на всю длину можно потому что здесь хребтина и маленькую косточку выдвигаем вот сюда так теперь что делаем делаем shift d выводим косточку в эту сторону вниз и теперь g английская делаем чуть-чуть побольше это будет кость у нас основная мы ей работать не будем будем работать следующей косточкой которая пойдет вот и вот она и здесь вот побольше старайтесь добавлять костей тогда шея будет мягче гнуться все будет нормально это уже косточка будет головы она будет отвечать за привязку значит и за поворот головы следом что мы делаем следом мы вставляем вытягиваем косточку альт-пи и ставим ее опять же на морду вот таким вот образом так что у меня тут с носом почему-то нос у меня от персонажа отошел да а не он просто большой актив падает нужно будет учить и потом подкорректировать как только на нам один выставляем если нам нужно чтобы двигался значит нос то делаем подводим грани носа и вытягиваем маленькую косточку которая будет двигать вот эту всю часть а теперь делаем shift d ставим одну косточку на нижнюю челюсть теперь нижнюю челюсть через shift левых накамышек ctrl-p и вяжем на верхнюю челюсть а верхнюю вяжем носовой да делаем ctrl-p и послед следом выбираем косточку вот это вот носа и вяжем в голове чтобы она значит при повороте головы двигалась за значит головой а не отделялась ну в принципе все тут пока все глазам я пока не буду вставлять косточки если кому-то будет интересно попробуйте доработать персонаж по прошлым роликом так теперь нам понадобится косточка на хвост это значит и вытаскиваем косточку альпи и вяжем и опять к тазовой ctrl-p типа все для того чтобы она была отдельно от позвонка чтобы можно было хвостом как-то не стандартно двигать да вытаскиваем три косточки все с этим делом мы закончили единица на нампаде тройка на нампаде можно вытянуть значит из любой части кость alt-p clear parent опять мы ее отсоединяем от от позвонка от основной связки да теперь вытягиваем ее на плечо и вы видите что здесь уже видно вот куда ее вести вот это уже у него ключица вот эту ключицу нужно поставить теперь отключиться мы оттягиваем до локтя косточку даем угол для того чтобы кости понимали куда им гнуться и е значит до лапы и от лапы на саму лапу и теперь е управляшку кость управляшка alt-p clear parent мы ее отсоединяем и вяжем ступню ctrl-p косточки управляшки следом верхнюю косточку вяжем к той части позвонка которая при изгибе меньше будет задействована вот рекомендую к первой вот этой косточке ctrl-p типа все так что мы можем сделать мы можем вот это все дело теперь выбрать и shift d просто продублировать наши вот эти кости на заднюю часть теперь ты здесь что нужно сделать просто подкорректировать значит вот эту как гнется она вперед здесь уже будет большая кость здесь побольше до колена и значит также у нас получается присутствует тазовая ее не всегда обязательно именно делать вот если я сейчас ее удалю в принципе она роли такой играть не будет так можно и чуть-чуть g побольше угол задать чтобы она где-то в меше держала какую-то часть ну в принципе лапы широкие тут уж кости не промахнуться персонаж хорошо так и такая изгибается да в принципе все теперь косяк у нас какой будет что нам понадобится е косточка которая будет дополнительно альт-пи клеоперент отсоединяем держать под мышку вот эту часть ну или грудину можем ее вот сюда подставить так теперь третья косточка должна быть за значит локтем персонажа чтобы не двигались ребра ну можете конечно отдельно назначать веса ну так как вы пока будете учиться веса я в принципе ими пользуюсь раз в пятилетку грубо говоря потому что ну если где-то уже косяк там что-то этакое да и блендер не понял допустим что как это все дело назначить в основном это происходит сколько вы дополнительные кости добавляете и допустим у вас подбородок большой сросшийся с грудью там вот это вот можно подмалевать ну в принципе вот эти простые персонажи они не нуждаются такой значит крупулезности и блендера нормально понимает как назначать веса ну на первое время вам этого должно автоматического хватить потом вы уже научитесь когда поймете суть происходящего вы уже сможете сами и веса дорисовывать это уже в процессе вы все дело поймете так эти косточки вяжем вот к этой косточке потому что линия сгиба будет и делим персонажа пополам и понимаем что вот эти кости будут крутить вот эту половину а эти кости будут находиться сзади ну а эти к тазовой можно их две выбирать через shift и ctrl и сразу вяжем ну в принципе все персонаж готов для настройки единство если вам еще понадобятся какие-то детали просто подставляете косточки ну допустим е вытаскиваете косточку alt p clear current g подставляете к уху вводите до уха здесь еще какая фишка чем больше харя да тем возможно чтобы веса не где-то не подтягивали вот когда будете челюсть нижнюю крутить чтобы у вас здесь вот кто-то не тянулось смело вставляете сразу в эту область кость и все нормально здесь назначатся свои веса которые не дадут двигаться значит ненужным деталям вытаскиваем одну косточку а эту косточку все рядом голове потому что голова будет главное по управлению здесь назначится веса головы красным будет назначено что здесь не двигается потом здесь назначится веса ну и шея шея добавит веса на все эти области прям на всю шею полосками вот так вот где сгибаться будет зелененьким желтеньким где не будет сгибаться будет красненьким но словом это вам не надо так все медведю ухо вставлено хорошо заводим это дело в мэш чтобы потом не было никаких сбоев смотрим сверху снизу чтобы нормально все было так все ничего такого больше нам тут не понадобится за исключением ухо и одной части стороны дубликат и правая кнопка мыши мир из глобал вот так вот подгоняем на другую сторону так и все по вопросу под подписи значит name мне нравится работать именно 032 чтобы я знал 32 коль 45 это не так проще поначалу работайте именно с числами это потом когда вы разберетесь как там называть лет там я не знаю и потом буква л это левая буква п это правая но искать потом какие-то кости с непривычки значит по надписям очень очень напряжно я вам скажу так что оставляйте пока в начале вашего обучения вот эти кости 0 2 1 10 так ну в принципе они вам тоже надписями я пользуюсь если что-то этакое уже подключаю допустим настройка идет в модификаторе где-то да возможно там приходится это все дело в списке искать и подключать так что ну все можно еще глазам но я глаза не хочу пока вставлять если вдруг кто-то будет пользоваться не столь это у медведя важно тут можно с клеем и все это дело сделать ну и глаза чуть покрутить таким образом допустим прописка идет вот я могу прописать персонажа просто английская и и вот выплатила крот локация ротация скайл вот ротацию могу просто ротацию поставить и прописать глаза не столь важно эти значит косточки на глаза выбираем у нас персонажа выбираем кости control пи автоматическая связка все нормально привязалось и был вопрос такой как вязать вот эти зубы вот у нас здесь отдельные мэши давайте их привяжем выбираем значит нижнюю челюсть и выбираем через шифт кости заходим в пост мод и выбираем ту кость которой мы хотим привязать эту челюсть делаем control пи и нажимаем бон все она будет следовать за этой костью итак заходим в обжиг мод выбираем верхнюю часть верхнюю кость заходим в пост мод выбираем верхнюю кость control пи бон все это дело выбрано все привязано заходим в обжиг мод выбираем просто кости а еще глаза также можно привязать потому что они работать не будут но следовать должны за головой выбираем глаза выбираем кости заходим пост мод выбираем кость головы control пи бон все с этим делом мы разобрались выбираем теперь просто кости заходим в пост мод стройка на нампаде выбираем кость управляшку на предплечье control shift c inverse kinematic находим настройку кости жмем так ну пусть пока на три кости потестим чем хорошо выбирать control shift c вот видите панель выскакивает а тем что когда я выбрал уже вот кость одну и черешив вторую модификатор модификатор уже понимает какую кость и как это дело привязать если я начну выбирать из списка в constraint да вот допустим я одну кость выбрал на inverse kinematic я ее выбираю inverse kinematic и вот за что я говорил здесь мне нужно поставить арматуру зайти значит вот этого via port display нажать name посмотреть что это кость у меня 25 вот она видите подписано теперь я захожу настройки кости и здесь вот здесь выбираю просто кость и пишу 0 25 все здесь у меня прошла привязка здесь мне понадобится здесь у нас получается вот эта кость будет inverse kinematic здесь нужно выбрать двадцать седьмую косточку вот эту мы выбираем и пишем привязку значит к двадцать седьмой кости все у нас теперь связалась но нам теперь нужно добавить на сколько костей будет влияние все вот вы видите нога заработала согласитесь чуть-чуть геморройнее за исключением если сжать control shift c и подключать значит наши эти кости control shift c inverse kinematic ставлю просто на три кости и пошел дальше быстрее и не нужно control shift c inverse kinematic так неймы можно отключить наименование так теперь все по стандарту выбираем первую вторую косточку хвоста и первую control shift c нажмем нынешь kinematic заходим удаляем таргеты и ставим влияние на три кости так что у нас тут тройка на нам паде в принципе все все больше нам такого ничего не надо тройка на нам паде единственное голову так же можно настроить ну не суть вопроса так язык у меня еще остался object mode так сначала не делайте так как я сейчас сделал потому что control z control z потом пропишется вот это поворот головы и будет постоянно вот это дергание так object mode выбираем язык выбираем кости с мод и вяжем к нижней части нижней челюсти или добавляем дополнительные кости чтобы язык у нас гнулся но это все по прошлым роликам ну принцип вот таким образом control p вон все происходит привязки так ну и все вот эту косточку привязана к этой значит смотрим проверка персонажа жмем затазу и смотрим если у нас ничто никуда не уходит не пропадает вот если глаза control z глаза почему не привязались смотрим модификатор не привязан да да можем их привязать все попробовать через shift post мод в голове control p вон так смотрим обжиг но выбираем персонажа и проверяем значит post мод возможно сейчас опять они да они не хотят привязываться есть такие проблемы иногда смотрите как это все решается делаем пока аж отключаем ненужное так привязался один глаз один глаз я не привязал alt аж возвращаем кости выбираем по новой post ctrl p бом я забыл что у меня отделены глаза но если глаза не хотят никак привязываться сейчас я вам покажу как это все дело исправить ну и любая штука которая не хочет привязываться исправляется в основном вот таким вот образом заходите значит выбираете глаза или глаз заходите в edit mode английская заходите в merge находите clear и жмете merge by distance и все у вас все должно заработать это связано и с персонажем который внизу матюкается значит не хочет привязываться ну словом таким вот образом так ну что теперь заменим вид костей post mode н панель rig tool addon тройка на нампаде выбираем тазовую кость пусть она у нас будет кубом опять я назначаю одинаково именно кости чтобы вы потом не путались подставляем подставляем и назначаем значит назначаем группу born group плюс первый цвет выбираем так выбираем красный decision также голову можно в основном кубы я делаю на кости управляшки на эти так теперь что у нас получается на все кости шеи позвонка вставляем цирклы прибавляем их размер ну чтоб их получше было видно это будет у нас плюс значит желтые decision за исключением значит вот этой косточки это будет у нас красная и заменим управляшку на куб на хвост это будет красная так те кости которые находятся вот эти держат потроха просто делаем сферами и прибавляем потому что они второстепенные им можно назначать разные цвета вот именно персонажа можно делать одну сторону допустим зеленый одну синий ну чтоб вы знали когда будет допустим сбоку он стоит зеленая это левая а синяя допустим правая сторона вам удобнее будет ну в принципе мне это без разницы так ну давайте вот эту так ну а вот эти все косточки вот эти все кости просто делаем цирклами а не цирклами этими фин финжерами а еще какой вариант есть да via port display можно вот здесь их изменять вот на квадратные потом можно изменять на стик на полоски если кому удобно именно таким ригом пользоваться таким видом костей то вот пожалуйста ну чем вам не каскадер так же ну вот есть вот такая штука так ну а мы их заменим заменим значит на финжеры кости у нас чтобы не вылазили так чуть-чуть подтянем так назначим какой-нибудь цвет этакий давайте будет ну пусть зеленый и сижим плоховато видно тогда давайте синим получше так те кости которые вам в принципе не нужны это вот эти кости все можно назначать ну допустим лайнерами линии просто линии включаем все вроде в глаза не бросаются ну и сделаем зеленым цветом а управляшки управляшки можно опять же ну пусть будут кубы крит уменьшаем по размеру ну вот нормально легли ну пусть тоже будет зеленый так по морде в принципе что тут по морде это кость не будет двигаться пускай будет тоже лайнер линия зеленая так та которая будет двигаться пускай будет ну опять же кубом чуть-чуть размер ей побольше раз управляшка значит красная чтобы вы понимали что это кость управления так ну вот эти две части значит верхняя челюсть ну в принципе она не двигается так для поправления допустим каких-то деталей ну тоже давайте это все финджерами сделаем чтобы меньше было этих костей но выводим их вперед и значит вот этой косточке мы поставим один цвет а вот этой косточке она управляшка и поставим красный так что у нас тут вот он еще один финджер который потерялся это у нас значит цвет синий все нормально ну вот в принципе ничего такого сложного нет в настройках значит рига за исключением что когда у вас будет анимация какая-то сейчас я это все дело сохраню вот допустим вы пробуете какую-то G анимацию допустим бег у вас все нормально но когда вы ctrl z тройка на нампаде допустим персонажа сильно опускаете и так если вы будете его сгинать персонажа ну в принципе видите на картинке нормально тут вроде грудинка видите ничего тут такого нет если вдруг какие-то будут непонятки ну это вот вот эта вот часть они всегда будут где-то происходить иногда их видите будет не получаться значит подправить где-то подтянуть значит таким вот образом скрыть ну внизу вот будет возможно вот такая вот вава ну эти косяки в принципе они всегда будут происходить полностью вы вот эти изгибы можете убрать ну это когда у вас ретопология допустим сделана вручную и вот видите как тут сетка построена что возможно где-то что-то переходы не так лапа значит отретоплены ну в принципе таких больших косяков в принципе видно не будет при рендере где-то что-то скроется где-то значит если вы будете делать шерсть персонажа она там как-то сыграет свою роль ну а в принципе вот этими косточками вот этими нормально это все дело корректировать где-то можно еще дополнительно вставить центральную прям на всю длину вот или добавить продублировать вот эту косточку еще раз и поставить две косточки чтобы одна косточка не давала вот не было вот этого пространства большого для сужения вот просто делайте shift D и подставьте еще за локтем поближе вот к этой косточке рядышком ничего такого не будет страшного даже возможно будет очень симпатюшно так ну вот такие варианты вот все что происходит по ригу вот вы видите что как идут ключицы кости позвонки я просто тоже самое оставил на две стороны все риг вставлен настройка наипростейшая на inverse kinematic если вы не хотите пользоваться inverse kinematic то можно двигать кости значит без этой настройки вот допустим вверх там тогда вам нужно inverse kinematic отключить в модификаторах так это заходим в object mode выбираем персонажа допустим лирик так пардоните забыл post mode так выбираем кости вот здесь отключаете в констре это не модификатор в констре и просто отключаете его все inverse kinematic перестает работать и когда вы можете здесь даже можно на две кости перевести и когда вы переверите на две кости то видите что вот уже проблема с этой косточкой она в принципе минимизируется тем больше задействовано влияние костей тем вот если на четыре поставить то будет и позвонок задействован вы видите что уже все четыре косточки вот эти будут задействованы это нам не надо поэтому мы выбираем ровно столько костей насколько мы хотим чтобы все это было задействовано три косточки почему потому что персонаж если будет бежать то я хочу чтобы у него видите работала вот эта сама ключица тогда он будет как бы ну поживее двигаться такое живое движение если я поставлю на две косточки уже сейчас показывал на две косточки оставлю это все дело видите предплечье уже не работает а работает просто две кости она проще конечно но не так интересней и так персонаж будет значит для скачивания в группе вк ссылка под роликом все всем пока до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания